29 том Творения Святых Отцов Творения Блаженного Феодорита, Епископа Кирского, часть 4, страница 69, толкование на книгу пророка Даниила, 3 глава, 88 стих. Ибо исхитил нас из ада и спас нас от руки смерти, потому что по приговору человеческому отказано нам было во всяком пособии, избавил нас от среды горящего пламени и из среды огня избавил нас. «Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его» Даниила, 3, 89. «Ибо кто превзойдет в доброте и благости, оказавшего столько милости в том, что было с нами, и показавшие себе такую добродетель, говорят, что улучшили спасение по милости. Потом, поскольку выше упомянули об одних сынах Израилевых, то призывает всех и между язычниками живущих, благочестно и старающихся угождать Богу. «Благословите все чтущие Господа Бога богов, пойте и славьте, ибо вовек милость Его». «Усиливаясь показать беспредельность благостыни Божией, и препобеждаемые Ею многократно повторяют слова. Да, века, такова была эта песнь, измившая зверонравного и жестокого царя. Восстал Он с царского престола и готов был идти к ним, и вместо троих видит четверых ликующих в печи и говорит вельможам своим. «Не троих ли мужей бросили мы в огонь связанными?» Но на это Он сказал. Они в ответ сказали, «Царь, истинно так, царь». На это Он сказал, «Вот я вижу четырех мужей, несвязанных, ходящих среди огня, и нет им вреда, и вид четвертого подобен Сыну Божию». Какое незреченное долготерпение! «Справедливо святые отроки взывали, ибо свят и вовеки милость Его и вовек веков. Ибо вот и этого, поступившего с такой жестокостью и кичливостью, покусившегося восхитить себе божеское чествование, зверски наказать божьих служителей, ведет к благочестию. И Ему являет свои чудодейственные силы, и Ему, посланного в помощь святым, Ангела делает видимым. Изумляет же Его во-первых числом, вместо троих показав четверых, потом разрешением оков, потому что связанных увидел разрешенными, наконец спасением, ибо говорит, «И нет вреда им». Посему приведенный в ужас и смирив кичливость приходит и говорит, стих 93, «В седрах, месах и Авдинага, рабы Бога Всевышнего, выйдите и подойдите». Этот суетливый, сказавший, кто есть Бог, который исхитит вас из руки моей, да знал, что есть Бог, которого могущество неизреченно, который повелевает огню показать на святых противоположное естеству своему качеству. Кого не признавал он Богом, а то он познал, что он Бог и Бог Вышний. Когда же вышли святые из пищи, удивятся все князи и местоблюстители воеводы, что тела святых соблюлись невредимыми, и самые волосы не ощутили на себе никакого действия от того пламени, и не только волосы, но и самые одежды и обувь оказались целыми, так что не осталось в них и запаха от огня. Потом, увидевши это, Новоходоносор песнословит и говорит, «Благословен Бог Сидраха, Месаха и Авдинага, который послал ангела своего и избавил рабов своих, которые надеялись на него, и не послушались царского повеления, и придали тела свои огню, чтобы не служить и не поклоняться иному Богу, кроме Бога своего». Опытом дознавая всегда Божью силу, «Этот суетный предает забвение и чудеса». Так поступил он с божественным Даниилом, восстав, поклонился ему и велел дары и благовония возлиять ему. 2.46. Так и теперь, увидев спасение этих святых, песнословит Бога и удивляется этим мужам за то, что они слово царево пренебрегли, как говорит он, и благочестивую смерть предпочли противозаконной жизни. И теперь вот говорит он, и от меня дается повеление, чтобы из всякого народа, племени и языка, кто произнесет хулу на Бога Седраха Месаха и Авдинага, был изрубен в куски, и дом его обращен в развалины. Ибо нет иного Бога, который мог бы так спасать. И, конечно, дознал это опытом, ибо, разрушив капище многих так именуемых богов, разграбив сокровищницы, разорив жертвенники и предав смерти жрецовых, не испытал никакого божеского действия. Когда же с неистовой ярости поступил с этими, посвятившими себя Богу, тогда увидел и беспредельное могущество и неизреченное долготерпение Божие, потому что слуг своих сохранил Бог невредимыми, а его не подверг тотчас наказание за неистовство. Но как прибывшего в злочести вскоре наказал несколько, а потом, как скоро прибег он к покаянию, сподобил своего человеколюбия. Тогда царь возвысился Драха Месаха и Авдинага в стране Вавилонской, и возвеличил их и удостоил их начальства над прочими иудеями в его царстве. Такое промышление имеет владыка, старающийся благоугождать ему, и справедливо называли святые эти отроки, что не постыдятся, уповающие на тебя. Поэтому и мы приобретем эту надежду всей совокупности твари, предпочитая Творца и Правителя. Блаженные же эти отроки, да будут для нас полезным примером, образцом благочестия, вождями к Богу и к тому, что Богом подается достойным. Сие же долучим все мы по благодати и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа. С Ним слава Отцу со Святым Духом ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Отделение четвертое. Даниила, 3 глава, 98 стих. Навуходоносор, царь всем народам, племенам и языкам, живущим по всей земле, мир вам, да умножится. Не излишним почитая и изложить сперва содержание и причину этого послания, а потом приступить к истолкованию. Навуходоносор, овладев всей Азией, приведший в подданство Египет и покорив смежных с Египтом эфиопов, крайне жестоко и свирепо поступал с подданными и дошел до такого высокомерия, что думал о себе, будто он выше и могущественнее только так именуемых богов, но и бога истинного. Эту-то ничем не удовлетворявшуюся гордыней его показывает, не богомудрый только Даниил, но и божественный пророк Исаия. Или лучше сказать, сам бог всяческих устами пророка вещая так, «Горе астериянцам, жезл ярости моей, гнев моей есть в руке их, гнев мой пошлю на язык беззаконный, и своих людей повелю сотворить корысти и пленения, и попрать грады, и положить их в прах». Исаия 10.5 А это значит, достойны по мне слез астерияне, делатели бесчисленных зол. Однако же употреблю их служителями для наказания грешных, и как некий карающий жезу пошли их на беззаконных, и не только на прочих человеков, но и на тех, которые именуются моим народом. «Нашлю же за великой нечестие и беззаконие народа моего. Города их разорю руками этих астериян, и сделаю, что в городах соберут они корысти. Посему, употребив царя астерийского как бы неким исполнителем казни, я накажу через него законоприступных. Как все же сказано у пророка, не так помыслит, и душой не так возомнет, но отступит ум его, чтобы истребить языки немалые. И если скажет ему, ты ли един князь, и скажет, не взял ли страны, которые выше Вавилона и Халани, где столб создан, и взял Аравию, и Дамаск и Самарию, как взял я их, так возьму и все княжества». Этим пророк обнаружил высокомерие царя. Потом предвозвещает бедствия, какие постигнут Иерусалим, показывает же и причины сего наказания, ибо говорит «Возрыдайте из военной в Иерусалиме и Самарии!» «Ах, сотворит Самария и рукотворным ее, так сотворит Иерусалим и кумиром его!» Знаем же, что сирийский царь Синахирим не одолел Иерусалим, а Навуходоносор, перенесший столицу Вавилон, и по разрушению Ниневии, сделав его царственным городом, ополчился против Иудеи и опустоши Иерусалим, большую часть жителей его истребил, а остальных, поработив, отвел пленниками. Почему из этого явствует, что Божественному Писанию известно одно царство ассирийское и Вавилонское? Но нетрудно дознать это из присовокупляемого, ибо пророк говорит «И будет, когда окончит Господь все, творя в горе Сиони и в Иерусалиме, наведет Господь на ум великий, на князя ассирийского и на высоту славы очи его». Наказан же Богом Иерусалим не через Синахирима, царствовавшего Сирия, но через Навуходоносора. Ибо Синахирим не только не разграбил города, но, погубив все войско, бежал один и дома убит сыновьями, а Навуходоносор и город взял, и сожег Божий храм, и народ отвел в рабство. Итак, Божественное Писание научает нас, что после того, как скончает Господь все, творя в горе Сиони и в Иерусалиме, все, чем угрожал, говоря «возрыдайте из военной в Иерусалиме». Как сотворил Самария и рукотворенным ее, так сотвори Иерусалиму и кумиром его. Наведет, по сказанному Господь, на ум великий, на князя ассирийского, и именует его князем не вавилонян, но ассириан, потому что одно царство тех и других. «Называет же умом великим за высоту и высокомерие замыслов, почему справедливо присовкупляет и на высоту славы очей его, и не просто сказал славы его, но славы очей его, то есть будучи человеком, представляет он себя превознесенным и весьма великим. Говорит, «Крепость руки моей сотворю, и премудростью разума его от ему предел языков, и силу их пленю, и сотрясу города населенные, и вселенную всю об ему рукою моею, как гнездо и как оставленные яйца возьму, и никто не избежит от меня и не скажет ничего против». Так, обнаружив кичливость помыслов царя ассирийского, пророк обличает суетность его помышления и показывает, что не совершилось бы ничего из сделанного им, если бы не Бог попустил, и восхотел наказать нечестие тех, которые пострадали от него это. «Поэтому-то весьма кстати присовкупляет, когда прославится секира без секущего его, или вознесется пила без влекущего ее, та же кто возьмет жезл или древо». «Как невозможно, — говорит Бог, — секире, или пиле, или жезлу прийти в движение самим собою, потому что каждый из сих орудий тогда действует, когда возьмет его кто-либо в руки и захочет привести в движение. Так и ты, поскольку промысл мой попустил тебе, сделал все, что не сделал на тобой, и по причине беззакония пострадавших от тебя. «Посему не думай, что совершил ты это собственной своей мудростью и силою. Если же не хочешь здравомысленно дознать этого и смирить высокомерную надменность, то опытом дознай, что сие действительно так, ибо пошлет Господь Савуов на твою честь бесчестия и на твою славу огонь, горя возгорится». «И в другом еще месте Бог, подобно сему, говорит пророку, и примешь плащ сей на царя Вавилонского, и скажешь тот день, как пристал истязующий и пристал понуждающий. И сокрушил Бог ермом грешников, ермо князей, поразил язык ярости, язвы неисцельные, бывшие от Господа Каиримии в десятое лето свидетельки царя Иудия. «То лето восемнадцатого царя Вавилонского Новходоносору и сила царя Вавилонского острог обложила крест Иерусалима». «Сей же год означал блаженный Даниил, излагая сказание о кумире в лето. Восемнадцатое Новходоносор царь сотворил тело злотое». Из этого явствует, что в начале года требовал поклонения кумиру, потом, послав наперед войско, последовал за ним и сам. Обладел же Иерусалимом в одиннадцатый год царствования Садыки и в девятнадцатый своего царствования. Поэтому, так как этот жалкий всего этого не излег для себя никакой пользы, Бог, всяческих вознегодовав, сперва устрашает его сном, а потом через Даниила делает для него явным означаемое сном, и при этом не вдруг излагает на него наказание, но подает ему советы и увещания через Даниила. Целый год долго терпит, ожидая покаяния. Когда же не хотелось долготерпение обратить для себя в какое-либо врачевство, насылает бедствия, какими угрожал. Наказует его не просто, но высокомерный тот ум, возмечтавший о том, что выше его естества, поражает помешательством и иступлением. Потом устрояет, что Новоходоносор, став подобен зверям, изгоняется и долгое время живет в местах пустых. А после этого по Божьему устроению приходит сознание постигших его бедствий, потому что невозможно было бы ему получить от этого пользу, будучи совершенно без сознания и в бесчувственности. Так, возведший очи, познает он быстрые превратности жизни, горько оплакивая собственное свое неразумие, исповедует, что есть непреемственное Божье Царство, пребывающее во все веки, наученное этим опытом по незреченному Божию человеколюбию. Снова возвратился он на Царство свое, и думая, что неправ будет перед всеми людьми, если утаит Божье о нем промышление, в послании изображает всем поданным своим во Вселенной и прежнее благоденствие, и постигшее злоключение, а потом и покаяние, которым умилостивил Владыку. Вот содержание послания. И изложил я то пространное, имея в виду свидетельствами Писания, доказать чечливость Навуходоносора, и желаю очевидным сделать попечение о всех богах всяческих. Поэтому начнем теперь подробное истолкование. Навуходоносор, царь, всем народам, племенам и языкам, живущим по всей земле, мир вам да умножится. К словам всем прилично применить то пророческое изречение. Благо мне, что я пострадал, дабы научиться оправданием твоим. И Навуходоносор, наученный опытом уцеломудрися, соделался учителем благочестия и собственные свои страдания предлагает во врачевство всем людям, не только своим подданным, но и сущим вне царства его. Прекрасно же и прилично сделал он это приветствие. «Мир вам да умножится!» То есть желаю не испытать вам бедствий, какие я испытал, но жить наслаждаясь миром. Потом присовокупляет. «Знамения и чудеса, какие совершил надо мною Всевышний Бог, угодно мне возвестить вам!» «Став самовидцем чудес Божьих, — говорит он, — почел я справедливым всех вас соделать участниками созерцаний тех, потому что они не какие-либо обыкновенные, но великие и сильные. Как велики знамения его и как могущественны чудеса его! Царство его, царство вечное и владычество его в роды и роды! Все человеческое, каково бы ни было, имеет конец и конец скорой. А одно Божие царство всегда продолжается и неколебимо». Так, указав наперед причину послания, начинает в нем повествование. Глава четвертая книга пророка Даниила. «Я, Навуходоносор, спокоен был в доме моем и благоденствовал в чертогах моих». Уточнивая в народе моем. Не без намерения же поставил свое имя, но чтобы имя засвидетельствовало в словах. Поскольку был весьма знаменит, как приявший в обладание всех живущих в Азии, Египте и Ефиопии, то поставил напереди имя свое, достаточное к засвидетельствованию сказанного. Сказал же, «Жил ее в крайнем благополучии, забил ее тысячами благ, и в таком, находясь в состоянии, продолжает говорить. «Но я видел сон, который устрашил меня, и размышления на ложе моем и видения головы моей смутили меня. Ибо, наслаждаясь таким благоденствием, видел я сон скорбный. Весьма устрашен был видением сна этого, а более смущен тем, что не мог разуметь означаемого сном. Потому созрал тех, кто мог истолковать то. Тогда пришли тайноведцы, обаятели, халдеи и гадатели. Я рассказал им сон, но они не могли мне объяснить значение его. Наконец вошел ко мне Даниил, «Которому имя было Волтасар по имени Бога моего, и в котором Дух Святого Бога ему рассказал я сон». Не просто написал это, но употребил сравнение, дабы тем самым сделать явную для всех мудрость пророка. Для этого исчисляет по народам мудрецов и вавилонских, желая показать, что они вовсе ничего не знают. А пророк просвещен Божиим Духом. Называет же его не тем одним наименованием, которое сам дал, но присовокупляет и имя еврейское, ибо, говорит, Даниил, которому я дал имя Волтасар по имени Бога моего. Столько удивлялся я ему с самого начала, говорит Саль, что придал ему именование Бога, которому прежде поклонялся, и показывает причину, говорит, которым Дух Божий святой. А это узнал он из учения самого пророка. Ибо откуда бы иначе узнал царь наименование Всесвятого Духа, будучи привязан к ложным идолам? И вот, говорит, я видел сон. Говорит так. Волтасар, глава мудрецов, «Я знаю, что в тебе Дух Святого Бога, и никакая тайна не затрудняет тебя. Объясни мне видение сна моего, которое я видел, и значение его. Видение же головы моей на ложе моем были такие». Благоденствие часто доводит многих людей до того, что забывает благодетелей, а нужда обновляет в нас памятование о сделавших добро. И здоровый телом не хранит памятование об искусстве врача, но впав в болезни, припоминает, что уже и прежде, страдая тем же, возвратил себе здравие при пособии такого-то врача. Так и Навуходоносор, когда тех святых предавал сожжение, не вспомнил благодеяний Даниила. Но когда же снова увидел сон и возмутился душой, вспомнил о мудрости, о том, как был напомянут и истолкован Даниилом прежний сон, потому и говорит, что имеет он Духа Божия в состоянии истолковать всякую тайну и просит его и этот непонятный для него сон сделать понятным. Потом рассказывает сон и говорит, я видел, вот, среди земли дерево весьма высокое. Большое было это дерево и крепкое. И высота его достигала до неба, и оно, видимо, было до краев всей земли. И блаженный Даниил сказал, что древо означало самого царя, а что высота достигала до неба. Это, по сказанию порока, означало не природу дерева, но помыслы и мечтания. Потому Исаия сказал, наведет Бог на ум великий, на царя ассирийского, на высоту славы, а чей его. 10-12. Умом великим нарек он его, как представлявшего и мечтавшего о себе высоко, что пророк изобразил вскоре. Ты сказал, выше звезд поставлю престол мой, буду подобен Всевышнему. Посему на выхода носор видит высоту древа, досизающую до неба. А поскольку овладел, можно сказать, целую вселенную, то видит величину дерева, то есть объем в широту, простершегося до самых концов земли. Листья его прекрасны, и плодов на нем множество. Листьями называют видимое благолепие, именно одежды престолов, царских чертогов, щитоносцев, копьеносцев, телохранителей, а плодами отовсюду приносимая дань. Посему о плоде сказано, что он мног, а не прекрасен, потому что не был справедлив. И пища на нем для всех, ибо земледельцы при его попечении, пользуясь миром, собирали плоды земные, а воины, получая от него оклады, проводили жизнь с оружием в руках. Под ним находили тень полевые звери, и в ветвях его гнездились птицы небесные, и от него питалась всякая плоть, потому что под его властью находились как варвары, ведущие жизнь зверскую. Так и люди более разумные и кроткие, быстрые и парящие умом. И видел я видение головы моей на ложе моем, и вот не шел с небес бодрствующий и святой. Бодрствующим называют бдительный, ибо таково значение еленского слова. Бдительным же называется ангел, и означается с ним его бесплотность, потому что обложенный плотью порабощен в сну, а непреодолеваемый сном свободен от тела. Посему сказано, видел ангела, имеющего бесплотное естество, которое сниз шел с неба. Воскликнув громко, он сказал, «Срубите это дерево, обрубите ветви его, сотрясите листья с него и разбросайте плоды его. Пусть удалятся звери из-под него и птицы с ветвей его». И вид ангела, шедшего с неба, чтобы мог дознать, что определение о нем произнес сам владыка всяческих. И слагая в себя царскую власть, научается он, кто дал ему царство. Ибо видит дерево посеченным и ветви отделенными от него, то есть князей, военачальников и воевод, и кому верена была царем какая-либо другая правительственная власть, видит же листья трясенными, то есть славу, какую был окружен наподобие листьев, видит приходящую и увядающую, а плод рассыпанным, потому что, когда царь подвергся этому бедствию, сборщики дани небоязненно уже ту обращали в свою пользу. Пусть удалятся звери из-под него и птицы с ветвей его, потому что принужденные против воли быть в рабстве, нашедшие предлог в перемене царя, отступят от повиновения. Но главный корень его оставьте в земле, и пусть он в узах железных и медных среди полевой травы орошается небесной уросой, и с животными пусть будет часть его в траве земной. Ибо подвергшись болезни, умоповреждения, умоиступления и бешенства, безумства и неистуства, и кидаясь яростью на всех, но уходоносор по необходимости обложен был узами. Однако же и сего недостаточно было, чтобы удержать его дома. Но скитаясь, проводил он время в пустынях, бедствую на открытом воздухе, подобно скотам, питаясь травой, ибо сие означает сказанное. С животными пусть будет часть его в траве земной. И сердце человеческое от них, отнимется от него, и даст ему сердце звериное, и пройдут над ним всем времен. Носие дает видеть Божие долготерпение, ибо кратким временем ограничивает Бог наказание, ожидая, что этим вразумлением порождено будет покаяние. Потом показывается, что изреченное не отразимо. По велениям бодрствующих это определенно, и по приговору святых назначено, дабы знали живущее, что Всевышний владычествует над царством человеческим, и дает его кому хочет, и поставляет над ним уничиженного между людьми. То есть не лжи во слово сие, потому что изрекший есть святый ангел, бдительный, бесплотный, изреченное это оно будет, и будет не напрасно. То есть вот что сказал ангел, для того будет сие с деревом, чтобы все дознали, что един есть Бог, владыка и царь, поставляющий на земле царей, и вручающий царство, кому восхочется. Ибо, показывая власть свою, иногда униженного, вменяемого у него что делает царем, и устрояет, что высокие санам повинуются ему. Так Навуходоносор, пересказав сон, говорит Даниилу, «Такой сон видел я, царь Навуходоносор, а ты, Лотосар, скажи значение его, так как никто из мудрецов в моем царстве не мог объяснить его значение, а ты можешь, потому что дух святого Бога в тебе». И, показывая причину, присовокупляет дух Бога живого в тебе. Те водятся человеческими помыслами, а ты от Бога познаешь сокровенное. Тогда Даниил, которому имя Валтасар, около часа пробыл в изумлении, мысли его смущали его. ибо должно было оказаться в человеческой немощи и тогда уже явиться вдохновляющей благодати. Посему сказал ему царь, Валтасар, да не смущает тебя этот сон и значение его. Царь видел, что Даниил в смятении и по необходимости ободряет его, желая доведаться о том, чего не знает. Поэтому говорит, не очень спеши, но на свободе доискавшись, что означает сон, предоставь мне это в ясности. Валтасар отвечал и сказал, господин мой, твоим бы ненавистникам этот сон и врагам твоим значение его. Весьма премудрый благоразумно начиная речь, изъявляет желание, чтобы не постигли царя предстоящие ему скорби и вместе высказывает истину. Дерево, которое ты видел, которое было большое и крепкое, высотой своей достигало до небес и, видимо, было по всей земле, на котором листья были прекрасны и множество плодов и пропитание для всех, под которым обитали звери полевые и в ветвях которого гнездились птицы небесные, это ты царь, возвеличившийся и укрепившийся, и величие твое возросло и достигло до небес, и власть твоя до краев земли. Достойно удивления премудрость Даниила, не сказал просто древо великое на древо, возвеличившееся и укрепившееся, то есть не сначала был ты велик, но постепенно делался великим, и не от рождения имел силу, но понемногу получал ее, потому и превысокупляет, возвеличился и укрепился, величество твое возвеличилось, достигло небес, и власть твоя до концов земли, и здесь весьма прилично и кстати одно отнес к небу, а другое к земле, потому что о власти, то есть об обширности владений, сказал, что достигло до концов земли, до неба же не власть достигла, но величество, то есть представление помысла, а что царь видел бодрствующего и святого, сходящего с небес, который сказал, срубите дерево и истребите его, только главный корень его оставьте в земле, и пусть он в узах железных и медных среди полевой травы орошается с росою небесною и с полевыми зверями, пусть будет часть его, доколе не пройдут над ним семь времен, то вот значение этого царь и вот определение Всевышнего, которое постигнет господина моего царя, и чтобы слово соделать достойно вероятие, по необходимости превысокупилил, это изречение Всевышнего, Отсюда в точности можно дознать пользу апостольского учения, ибо сказано всякая душа да будет покорна властям Римлянам 13.1 И блаженный Даниил злочестивого царя называет господином своим, и как повинует закону власти употребляет приличные наименования, так показывает, что исполнение сна скорбное, ибо говорит Тебя отлучат от людей, и обитание твое будет с полевыми зверями, травой будут кормить тебя, как вола, а росой небесный ты будешь орошаем, и семь времен пройдут над тобой, доколе познаешь, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его кому хочет. О семи временах одни утверждали, что это семь лет, а другие три года с половиной, потому что Божественное Писание делит год не на четыре части, но на две главнейшие, зимы и лето, поэтому семь таких частей составят три года с половиной. Столько времени, говорит пророк, проведешь ты бедствия, доколе узнаешь, что узнаешь, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его кому хочет. Поскольку мечтаешь о себе, что ты Бог и даже выше Бога, то Бог отнимет у тебя человеческий рассудок и сделает, что уподобишься зверям, чтобы опытом дознать тебе, что такое человек и что такое Бог, что такое человеческое благополучие и что такое Божие царство, которого невозможно улучить, если не угодно то Богу. Стих 23, глава 4. А что павильона было оставить главный корень дерева, это значит, что царство твое останется при тебе, когда ты познаешь власть небесную. Ибо лишившись царства и претерпев все вышесказанное, познаешь подателя царства, потом познав воспримешь снова прежнюю власть, и из этого отъятия и возвращения дознаешь в точности, кто правитель всяческих, кто премудро всем распоряжает и управляет, так сказав, что будет, делает увещание, подает превосходный совет, предлагает вращество приличное язве, ибо говорит, поэтому царь, да будет благоугоден тебе совет мой, искупи грехи твои правду и беззаконие твои милосердием к бедным, вот чем может продлиться мир твой. Асин дает вид ненасытную жестокость, с какой обращался он с подданными, хочешь ли, говорит, воспользоваться человеколюбием, покажи кто к тем, которые причастны одного с тобой естества, ибо этим убедишь судью, сникчить угрозы и оставить неисполненную. Откуда говорит пророк, знаешь, будет долготеприв грехам твоих Бог, может быть. Сию мысль подавал ему пророк, но царь прибыл упорным и непреклонным, принял воззаяние за беззаконие и скорби о которых слышал, увидел своими очами, потом пророк означает и время Божьей долготерпения ему. По стечении двенадцати месяцев предреченная угроза пришла в действительное исполнение. И ему ходоносор, имея столько времени на покаяние, худо употребил назначенный ему для покаяния срок. Справедливо мог бы сказать ему блаженный Павел, или не брежешь о богатстве, благости его и кротости, долготерпения не родишь, не зная, что благость Божия на покаяние тебя ведет, но по жестокосердию твоему и нераскаянному сердцу собираешь в себе гнев на день гнева и откровений праведного суда Божия, которого воздоскажем по делам его одним по терпению и дело благого славу, честь и нетление ищущим жизнь вечную, а тем, которая противится истине, повинуется же неправде ярость и гнев, скорбь и теснота на всякую душу человеческую творящую злое Римин 24. Это избылось с нам уходоносором, который долготерпением Божиим не воспользовался как должно. И этому свидетель сам он, когда так говорит. По прошествии двенадцати месяцев, расскажем по царским сердогам в Вавилоне царь сказал, «Это ли невеличественный Вавилон, который построил я в дом царства силою моего могущества и в славу моего величия». Со сей славой ходил по стенам города, по башням его. «Смотри, какое кичливое себе мнение, смотри, какое непомерное высокомерие! я говорит, сделал город сей царственным, построив в нем царские чертоги, в честь славы моей, я сделал это, имея великую силу и всем обладая». Такие слова произносил он, тщеславясь и хвалясь. «Владыка же Бог немедленно наслал на него казнь, ибо сказано, еще речь сия была в устах царя, как был с неба голос, тебе говорят, поскольку мечтал зайти на небо, то с неба приемлет приговор». И поскольку мало для него было дольних чертогов царских, но в безумии вожделевало вместе и горних, то лишается и дольних. И желав восхитить небо, изгоняется и на земле. Поэтому с неба пришел голос «Тебе говорят царь Навуходоносор, царство отошло от тебя». Не просто употреблено сие усугубление местоимения, но в очевиднейшее обличение того, кому изрекается сие, называет его небесный голос еще царем, показывая настоящие его славы и будущее вскоре бесчестия. «И и отлучат тебя от людей и будет обитание твое с полевыми зверями. Травою будут кормить тебя как валах и семь времен пройдут над тобою, доколе познаешь, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его кому хочет». Потом показывая скорость постигшей казни, царь говорит, что за словом немедленно последовало и дело. В тот час и исполнилось это слово над Навуходоносором. И отлучен он был от людей, ел траву как волк и орошалось тело его росою небесною, так что волосы у него выросли как у льва и ногти у него как у птицы. Изнан же был во-первых о причине самой болезни, потому что предан был безумию и неистовству. И сделал бы тысячи зол, если бы пользовался свободой. А потом и по вражде, какой питали к нему все, но старались скрывать, пока был здоров, и обнаружили возглушавшись его жестокостью, как скоро впал он в бедствие. И по сумасшедшим свойствам не только говорить и поступать неразумно и бесчинно, но и есть все, что попадется. И ныне можно видеть, что делает и терпит эти одержимые бесами. Не только же ел траву, как волк, но и от рода небесной тело его оросится, ибо бедствую на открытом воздухе и при ноготе тела, борясь с голодом и зноем. Необходимо принял другой свет. Выросли как у льва волосы. Не остригая по обыкновению волосов и не обрезывая излишко ногтей в продолжении такого времени необходимо было иметь ему такие волосы и ногти. А все сие служило знаком, что оставлен он был в небрежении без всякого подлечения как лишенный Божий о нем промышления не пользовался каким-либо рачением о нем и о своих хотя были у него и жена и дети и родственники. Напротив того, подобно дикому зверю, скитался он в местах необитаемых, наполняя чрево пищей бессловесных. Поскольку он человек и великой чести, будучи неразумен, уподобился скотам несмысленным. Псалом 48-21 «И обходился с подданными как зверь, то по праву и весьма справедливо осужден был на жизнь скотскую звериную. Но те человека любил и владыка, положив закон наказанию, конец наказанию как благий и научив опытом, что он Господь всяческих, снова возвел его на престол и верил ему прежнее царство. По кончанию же дней тех Янову Ходоносор возвел глаза мои к небу и разум мой возвратился ко мне». Не просто прибавил я, но научаясь всех людей, что он, предавшись такому высокомерию, сказавши, «Кто есть Бог, который исхитит из руки моей?» Мечтавший взойти на небо и выше звезд поставить престол свой, был опытом наставлен в том, что знать надлежало, и из наказания научился быть целомудренным, познав свое рабство. «Почему и возвел очи свои на небо и едва говорит, сделал это?» Стих 31 «Разум мой возвратился ко мне». «То есть освободился я от несмысленности, укрепился в рассудке, немедленно восприял здравый ум, и благословил я Всевышнего, восхвалил и прославил присно сущего, которого владычество, владычество вечное, и которого царство в роды и роды, дознав опытом, что такое человек, и что такое Бог, Бога нарицает вышним и живущим, именует его царем вечным, и познает свое собственное ничтожество, потому и говорит, «И все живущие на земле ничего не значат». до настоящее времени я почитал себя весьма великим и высоким, а теперь ясно узнал, что все естество человеческое сравнение с Богом – ничто, изыскивая именование ко значении бедности и не находя достойного употребил это слово ничто, как достаточно выражающее поползновенность и бренность естества. И Бога назвал вышним, владыкой, живущим, царем вечным, а всех жилиев сказал, что они ничто. так и блаженный Исаия сравнивает естество Божие с идлами, изъема среду человеческий род и говорит, если все вместе, как капля дождя, если все вместе, то как плюновение вменится. И Ливана недостаточно для сожжения, и всех четвероногих недостаточно на все сожжения, и все народы как ничто. Все вместе легше пустоты. Исаия 40, 15. Столько пользы приобрел Мухадоносор от бедствий, что пророчески рассуждает и говорит о Боге, и как бы по некоему согласию от лица твари слагает всю песнь, говоря, все живущие на земле ни во что вменились. И по воле своей он действует как в небесном воинстве, так и у живущих на земле. Это учение другого пророка. Ибо блаженный Давид сказал, все, что хочет Господь сотворить на небесах и на земле. Псалом 131, 6. Тоже проповедует Мухадоноср ибо говорит, что хочет, то и учреждает и в силе небесной, и в селениях земных. И располагает не только землей, но и самыми небесами. Потом показывая и непреоборимость силы Божией продолжает, и нет никого, кто мог бы противиться руке его и сказать ему, что ты сделал. Необходимо нужно любить все, что бывает по его распоряжению, будет ли это приятно или горестно. Ибо дерзко противиться и жаловаться на учреждаемое им премудро. Сие это познав и исповедов и прославив Вышнего, говорит царь, пришел я в себя и с благочестием восприял прежнее царство. В то время возвратился ко мне разум мой, и к славе царства моего возвратились ко мне, сановность и прежний вид мой. Будучи, как вероятно, грязен и нечист, когда стриг волосы, обрезал излишки ногтей, снул в себе грязь, исподобился Божьей милости, призван он тем же человеком, который прежде правил великим царством. и начальники отложив ненависть, возымели ко мне доброе расположение и любовь. И возвратились ко мне становитость и прежний вид мой, тогда взыскали меня советники мои, вельможи мои, я восстановлен на царство мое, и величие мое еще более возвысилось. И сии слова исполнены так же благочестия. Не сказал, я приобрел больше величия, но, говорит, приложилось мне, указуя подателя и провозглашая виновника благ. Ныне я, говорит царь Навуходоносор, славлю, превозношу и величаю царя небесного, которого все дела истины и пути праведны, и который силен смирить ходящих в гордо. Испытав горестное, потом избавившись от этого, хвалю и песнословлю того, кто в пользу мне весьма премудро не спасла мне то и другое. И знаешь, что этот царь неба и владыка всех водится истинною, правдиво всем управляет и может смирить предающихся гордыне. Поэтому и мы, дознав, что гордость и кичливость вредят водящимися ими, и что услаждающиеся этим пожинают недобрые плоды, приобретем матерь благ смиренно мудрее. Это приобретение не ублажает и господь, потому что прибытком своим имеет оно царство небесное. Блажен и нищие духом, говорит господь, ибо есть царство небесное. И себя самого представляет он в образец, желающим воспользоваться, говоря, научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. и показывая, какой от всего плод немедленно превосокупил, и найдете покой душам вашим. Если же Творец и Владыка всех называет себя смиренным и показывает это в делах, то нужен ли иной какой совет человеку, который есть прах, персть, глыбы земли, пепел, суета, свет, трава? Ибо все эти наименования дает ему Божественное Писание. Поэтому устыдимся мерности Владыки, который богат и нас ради обнищал, дабы нищетой его мы обогатились. Дознаем смертность естества и видя скоротечность настоящего благоденствия. Ничего кичливого не помыслим о настоящем, но более посмеемся его превратности и непрочности. Возжелаем же улучшить те блага, которые по природе свои святы и постоянны. Ими да насладимся всем и по благодати и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа. С ним слава Отцу со Святым Духом ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Отделение 5 Глава 5 Книга Порока Даниила Навуходоносорь явил миродах Валтасар. Валтасар царь сделал большое пиршество для тысячи вельмож своих и перед глазами тысячи пил вино. Валтасар сын Навуходоносора. Но не был непосредственным его преемником потому что воцарился брат его явил миродах как старший и сие показывает нам история царств и блаженный Иеремия пророк говоря так и было 37 лето переселения Якима царя иудейского месяца 2 12 в 24 день месяца вознес явил миродах царь Вавилонский первое лето царство своего голову Якима царя иудейского Иеремия 52 31 Яким же этот есть и Иохония потому что Якима отца его называвшегося и Елиакимом при котором отведен в плен блаженный Даниил Навуходоносору мертвей в Иерусалиме выбросил вне стен как показывает Божественное Писание Иеремия 22 19 Итак после Навуходоносора царствует Явил Миродах а после него Валтасар Божественный Даниил не упомянул об Явил Миродахе потому что пишет не просто историю но пророчество По этой причине описал не все что было при Навуходоносоре а только то что упоминание о чем необходимо было ради пользы Итак поскольку при Валтасаре Бог явил весьма великое чудо достаточное к тому чтобы не только современникам но и тем которые будут когда-либо жить впоследствии внушить благоговение и страх и обратить их к благочестию то не почел справедливым сокрыть в молчании такое благодеяние но призвал святым делом признал предать себе письмени и всем оставить памятник учения посему говорит Валтасар царь сделал большое пиршество для тысячи вельмож своих и перед глазами тысячи пил вино вкусив вина то есть в количестве достаточном для тысячи для такого именно числа приготовленном Валтасар приказал принесть золотые и серебряные сосуды которые Навуходонос Аратецкий вынес из храма Иерусалимского чтобы пить из них царю вельможам его женам его и наложницам его этим показывает нам пророк не только крайнюю меру нечестия но и вред от неумеренного употребления вина ибо говорит пил царь потому что упоение помрачило рассудок и невоздержание породило безумную мысль оскорбить Бога те сосуды посвященные на служение Богу который Навуходонос Аратец его хотя взял по Божьей попущению но почтил как ему казалось и изъял из употребления для людей он осмелился употреблять как обыкновенные ибо не только велел принести но к слову присовокупил и дело тогда принесли золотые сосуды которые взяты были из святилища Дома Божия Веру Салиме прекрасно показал пророк чрезмерность безрассудства при имени храма упомянул я о Боге и давая видеть знаменитость храма присовокупил именование Иерусалима сосуды эти говорит пророк посвящены были не каким-либо мнимым и одно только имя имеющим богам но самому над всеми сущим Богу который избрал Иерусалим и храм Иерусалимский исполнил славы своей эти то сосуды неприкосновенные и посвященные Богу всяческих не как имеющему в них нужду но как приемлющему благопризнательность приносящих злощестивый царь изнес на среду и пил из них даже не сам только пил но и вельможи его жены его и наложницы его пили вино то есть орудиями пьянства сделал утвари божественной службы и женщинам служившим его непотребству повелел пить из них вино потом показывая крайнюю меру нечестия пророк присовокупил и славили богов золотых и серебряных медных железных деревянных и каменных исполненный всякой мерзости валтасар упиваясь и наслаждаясь из божественных сосудов забвение придал владыку всяческих честов уже в песнопениях богов несуществующих сделанных из неодушевленного вещества которые от искусства не получили силы действовать но приняли только образ лишенный действования но правитель всяческих подолготерпений не допустил чтобы сквернились как того времени люди так и живущие после них немедленно же являет силу свою ибо пророк говорит в тот самый час вышли персты руки человеческой и писали против лампады на извести стены чертога царского и царь видел кисть руки которая писала поскольку воспевал идолов лишенных всякого действования и презрел всех бога то здесь ждитель всяческих учит его невидимости и бесплотности божеского своего естества ибо показывает ему одни пишущие персты вразумляя этим что не увидел бы и их если бы сам не подал повода сделать это нужным великую пользу получили от всего и первавшие с царем сознавая сверх бесплотности и невидимости и могущества божие а также сверх вещественности и неодушевленности воспеваемых ими богов их совершенное бессилие и недеятельность а что чудо это произвело во всех великий страх засвидетельствовал о том пророк сказав тогда царь изменился в лице своем мысли его смутили его связи чресла его ослабели и колено его стали бить одно другое если же зрение пишущих перстов поразило таким ужасом управлявшего великим царством что связи составов его расслабели от страха в трепет и колебания пришли члены то чего не претерпел бы этот богоненавистный увидев пламенники и молнии или ангелов грозно взирающих и приводящих в страх необычайным благолепием вида ибо их видение и великий Даниил не мог переносить небоязненно подлинно что ты гордишься земля и пепел сирахов 10.9 поэтому Балтасар исполнившись великого страха сирии закричал царь что вы привели обаятелей халдеев и гадателей царь начал говорить и сказал мудрецам вавилонским кто прочитает это написано и объяснит мне значение его тот будет обличен в багреницу и золотая цепь будет на шее у него и третьим властелином будет в царстве страх сделал что возопил а душевное смятение побудило скорее дознать определение потом в награду тому кто прочтет писание и сделает из толкования предлагает царскую одежду и золотую гривну на выю и право быть третьим по царе но обличилось безбожие волхвов и халдеев потому что не придумали как прочесть божественные письмена даже когда предложена была им такая награда весьма поощрявшая их и вошли все мудрецы царя но не могли прочитать написанного и объяснить царю значение его царь Валтасар чрезвычайно встревожился и вид лица его изменился на нем и вельможи его смутились из этого ясно что владыка промышляя о пользе других не тот час отъял жизнь у царя но сперва показал персты пишущего поразив же этим внушив страх заставил призвать мудрецов халдеевских обречил их лживость и бессилие сделал что ощущена потребность в мудрости Даниила чтобы его языком и царя обличить и других облагодетельствовать а когда все это совершилось тогда уже положил наказать злочестивого царя поэтому при общем смятении царя и пирующих царица же по поводу слов царя и вельмож его вошла в палату пиршества начала говорить царица и сказала то есть когда совещали что делать и каждый прилагал свое к чему побуждал его страх вошла царица и мне кажется что это была матерь царя потому что вечерись ее разделяли с ним наложницы и возлежащие окрест его и пили сосудов золотых серебряных сам царь и вельможевые наложницы его то есть жены его и возлежащие его то есть жившие с ним не по закону но не потребно царица вошла после смятения вероятно как престарела и не участвовала тогда в этом пьянстве и в плясках и отвечала и сказала царица царь во веки живи да не смущают тебя мысли твои и да не изменяется вид лица твоего это как кажется было обычное приветствие какое делали то царствующим подданные обычай все держатся и до ныне потому что ныне малосмысленное обыкли и нынешних царей называть вечными и в письменных договорах делают иные сие написания служа более невежеству нежели нечестию и так царица говорит да не смущает тебя помышления твои потом представляет причину по которой должно отложить страх есть царстве твоем муж в котором дух святого бога в одни отца твоего найдены были в нем свет разум и мудрость подобные мудрости богов и царь нам уходоносор отец твой поставил его главой этой навесов обаятелей халдеев и гадателей сам отец твой царь из этого можно разуметь что это как вероятнее всего была матерь царя потому пересказывать ему как не знающим о том что было давно извещает его о блаженном Данииле исповедовать что он исполнен духа божий и говорит собственными словами навуходоносора ибо тоже и он сказал о Данииле превосокупила же во дне отца твоего бодрость и смысл найденный в нем и бодростью назвала трезвенность души а смыслом разумения сокровенного и зрения того что утаено от многих потом присокупляет причина ибо дух преизобильный в нем то есть имеет преизбыточествующую благодать духа потом исчисляет виды духовной действенности и говорит и премудрость и смысл потому что соделавшись сосудом Божия Духа Даниил на все дает мудрые советы благоразумно о всем рассуждает отгадывает сны и что прикрыто какой-либо неясности то освобождает от неясности как бы снимая всякие узы печати истригомая в таинницах избавляя от оков разрешает и отверзает и желающих вводит в самую внутренность это означает слова возвещающие сокровенные разрешающие узлы Даниил посему-то и говорит царица царь в нем в Данииле найден дух Бога Святого и его царь переименовал Волтасаром в нем оказался высокий дух ведение и разум способный изъяснять сны толковать загадочные и разрешать узлы и так пусть приведут Даниила и он объяснит значение и не говорит призови Волтасара потому что дознав опытом силу пророка еврейское имя предпочитает халдейскому поэтому впоследствии именует его уже Даниилом тогда введен был Даниил перед царя и царь начал речь и сказал Даниилу ты ли Даниил один из пленных сынов иудейских которых отец мой царь привел из иудеев вероятно Малтасар по причине великого злочестия по смерти отца избегал сообщения с Даниилом потому пораженный страхом немедленно призывает волхвов и халдеев а пророки же и памятования не держал он в уме но когда матерь его напомнила о бывших при отце чудесах и призванный Даниил пришел тот часарь узнал его потому что если бы не узнал не вспомнил бы и о роде не стал бы указывать на плен иудейский однако же спрашивает Даниила и говорит ты ли Даниил от сынов пленных иудейских и прежде нежели подтвердил сие пророк говорит я слышал о тебе что дух божий в тебе и свет и разум и высокая мудрость найдена в тебе я в Алтасаре прилично сказать что пророк сказал об Израиле когда убивал я их тогда они искали меня в Салом 77 34 и был Алтасар астрал Божьей силы понудил вместо богов не существующих наименовать богом бога сущего прославить благодать святого духа обвинить мудрецов вавилонских как оказавшихся неспособными понять божие писания умолять же пророка божия чтобы он объяснил непонятное царь обещает пророку дать и багреницу и гривну на шее и третье место в обладании царством но блаженный Даниил посмеявшись царским обещанием злочистивого сказал ему дары твои пусть останутся у тебя и почести отдай другому а написано я просчитаю царю и значение объясню ему это извещение пророка подлинно есть апостольское и апостолам Господь посылая их проповедниками ко всем людям повелел говорить даром получили даром дайте и сей блаженный пророк сказал царю даяния твои с тобою добудут не учился я продавать божественные и человеческое воздаяние взимать за божественные тайны поэтому даром прийми ведение незнаемого тобою царь царь всевышний бог даровал осуд твоему набуходоносору царство величие честь и славу перед величием которого которое он дал ему все народы племена и языки трепетали и страшили всего кого хотел он убивал и кого хотел оставлял в живых кого хотел возвышал и кого хотел унижал не думай говорит что отец собственной своей силой покорил целую вселенную и многие народы говорящие разными языками соединил в одно царство владыка всяческих творец всего премудро всем правящий дал ему царство и по боже определению страха отца твоего пребывал в подданных такую власть говорит пророк приняла над бога что мог и стоящих на высоте делать униженными и людей самых невидных и малозначительных соделывать знаменитыми но когда сердце его надмилось и дух его ожесточился до дерзости он был свержен с царского престола своего и лишен славы своей как сам говорит пророк кого хотел возвышал кого хотел смирял конечно делая это не по справедливому приговору так царь владыка всех по изволению своему дал отцу твоему царству но увидишь что непомерно высоко думает он о себе высокомерно и надменно правит царством и впал в недуг гордыни бог лишил его царского престола отъял у него честь воздаваемую всеми не только совлек с него отличия царского сана но изгнал из сообщества человеческого придав ему помешательству и неистовству сделал что жил с дикими ослами и зверями кому подражал своем зверстве а тех занял и образ жизни упоминает о нем пророк что и траву ел подобного лам из китаясь ногой бедствую на открытом воздухе утратил прежний свет тела принял же другой произведенный холодом и зноем и все это терпел он говорит пророк и отлучен было ценов человеческих и сердце его уподобилось звериному и жил он с дикими ослами кормили его травой как вола и тело его орошаемо было небесной росой доколе он познал что над царством человеческим владычествует всевышний бог и поставляет над ним кого хочет но он опытом дознал что было нужно и самыми делами научен был что все человеческое не твердо бог же всех имея вечную державу как угодно ему управляет делами человеческими кому восхощет дает в дар царство и ты сын его волтосар не смирил сердце твоего хотя знал все это не уцеломудрили тебя бедствие отца твоего из того что он потерпел не восхотел ты дознать божию силу но вознесся против господа небес и сосуды дома его принесли к тебе и ты и вельможи твои жены твои наложницы твои пили из них вино и ты славил богов серебряных и золотых медных железных деревянных и каменных которые не видеть не слышать не разумеет а бог в руке которого дыхание твое и у которого все пути твои бога этого ты не прославил прекрасный урок дает присутствующим поклоняться не тому что видимо на создателю и владыки видимо в то же время облегчает и кичливость царя и научает что превыспреннее небо имеет создателем невидимого бога превыспреннее небо а ты говорит пророк вознес сердце свое выше не только небо но и бога небесного господа всей твари если бы не болезновал ты такой кичливости то и не велел бы принести сосуды дома божия продолжая показывать сколько достойно это смеяние превысокупляет которые не видят не слышат не разумеют ты мог уразуметь их бессилия смотря на их вещество на приложенное к веществу искусство сверх того на бесчувственных частей бесчувственность составляющих потому потому что лишь он они ведения и зрения и слуха не имеет никакой самодеятельности но просто ничем не отличающиеся болваны тебе же и это не убедило уразуметь что должно было понять напротив того не перестаешь восхвалять этих богов которые не могут оказать тебе никакой пользы а бога у которого дыхание твои в руке и все пути твои того ты не прославил прекрасный весьма премудро пророк на пользу слушающим приведя в свечение идолов и бога всех и показав что идолы не видят и не слышат а боги всяческих не предусокупил что он и видит и слышит и знает но представил на вид что всего важнее именно сказал жизнь твоя и пути твои в руке его и во сравнении с им самому иметь жизнь гораздо важнее сообщать жизнь другим а также когда угодно отнимать жизнь других поэтому пророк показал что идолы лишенные жизни и всякого чувства а владыка всяческий бог есть податель всякой жизни и дает ту и отъемлет всем правя как ему угодно однако же говорит пророк сегодня совершенного и всемогущего все совершенного и всемогущего бога имеющего власть над жизнью и смертью поставляющего и низводящего царей всего говорит бога не только не прославил ты но более не перестаешь оскорблять его упиваясь из сосудов ему посвященных и за это и послана от него кисть руки и начертано это писание не сказал порок сам он написал сие но говорит послана была от лица его персты руки то есть повелел чтобы написано было и не показал тебе всего писавшего но восхотел обличить твою кичливость одними песцами привел тебя в ужас и такой меры исполнил страха да знай же говорит пророк и самое писание и истолкование написанного и вот что начертано мэне мэне тэкэл у парсин вот и значение слов мэне исчислил бог царство твое и положил конец ему то если видимо что недостоин ты царство из-за благорассудил лишить тебя оного тэкэл сам пророк ты взвешен на весах говорит ему пророк и найден очень легким а тем пророк научил не его только но и нас что у бога все взвешено мерой и весом оказывается людям и милость и долготерпение поэтому говорит пророк так как переступил ты пределы человеколюбия то время божественное о тебе определение прими переступил разделено царство твое и дано мидинам и персам необходимо нужно спросить почему бог всяческих на мухадоносор наказав снова воззвел на царство а валтасора немедленно лишил царства и жизни посему при внимательном рассмотрении находим во первых на мухадоносор не видел чтобы другой понес наказание за нечестие потому праведный божий суд удостоил его помилования а валтасор видев тяжкое наказание понесенное отцом немало не извлек для себя из этого пользы а потому праведливый судья справедливо наказал на мухадоносора и ограничил определенным временем а валтасора не удостоил никакого помилования с другой же стороны бог провиде и все будущее зная сие столько же ясно как уже бывшее предвидев раскаяния на мухадоносора такое имел о нем и смотрение зная же наперед что нечестие валтасарова продолжится до конца смертью прекратил возрастание этого нечестия валтасар же как скоро высушил истолкование Даниила приказал взять ему предлагаемую награду багреницу и гривну золотую потом украсив его таким образом через глашат и возвестил подданным что поставил Даниила князем третьем царстве но все это не отвратило божие определение ибо сказано в ту же самую ночь ватасар царь халдейский был убит пророк назвал его здесь царем халдейским чтобы показать уже конец халдейского царства подлинно страшно впасть в руки бога живого по слову божественного апостола страшно в размер одеть а богат и благость его кротости долготерпения и не поклоняться и не благоугождать ему по мере сил кто как говорит пророк жесток был против господа и пребывает и в 9 4 поэтому то блаженный Давид повелевает ныне когда услышите голос его не ожесточите сердец ваших как во дни ропота и толку это блаженный Павел предлагает совет так бодрствуйте братья ибо чтобы не было в ком из вас сердца лукавого или неверного да не отступим от Бога живого но утешайте себя на всякий день да колен можно сказать ныне да не ожесточится кто из вас лестью греховною евреям 3 12 ибо грех принимая нас приманивая удовольствиями как того несмысленного царя пьянством часто до того ожесточает и делает упорным сердце наше что оно удобно приемлет в себя ни дух ни чести поэтому моляю вас будем бегать дьявольской прелести и греху обольщающему кратковременным наслаждением станем предпочитать постоянную добродетель чтобы соделаться нам чуждыми общения с Валтасаром сподобится же сообщество Даниилова о Христе Иисусе Господе нашим с ним слава Отцу со Святым Духом во веки веков аминь Отделение шестое книга порока Даниила пятая глава тридцать первый стих Идарий Мидянин принял царство будучи шестидесяти двух лет царство халдейское по предречению Божию прияло конец И Владыше Становселенной перешло к Мидинам Так предвозвестил и Даниил и истолковал слово ФРС Ибо говорит разделилось царство твое и отдано Мидянам и Персам Но по кратковременном царствовании Дария Мидинина Кир принял царскую власть перенес стул к Персам Историк Иосиф говорит что Дарий был сын Астиагов и дядя по матери Киру Эллинские же писатели предали ему другое имя ибо назвали его Кексаром Сказует же что Дарий и племянник его Кир вместе ополчившись на Вавилон после осада овладели городом и умертвели Валтасара в ту ночь в которую видел он написанными на стене означенные выше слова не верить не позволяет написанное блаженным Даниилом он открывает нам в конце повествования о Дарии что Даниил управлял в царстве Дариевым и в царстве Кира Персянина 628 а этим показывает что иное было царство Дарьева и иное Кирова если же один совершен имя поход против Вавилона то конечно одно было у них царство но теперь пророк говорит что иное было царство одного и иное другого и в конце пророчества Даниил сказует так и царь Астиак приложился к отцам своим и принял Кир Персянин царство поэтому не вместе воцарились Дарий и Кир и умертвели Волтасара но сперва царствовал Дарий сын Асуиров а после него Кир сказано Иосифом не согласно и с еленскими историями ибо нельзя найти в них что Киаксар сын Астиагов есть один и тот же с Дарим о котором Иосиф сказал что он вместе с Киром сделал поход против Вавилона а поэтому утверждаемое Иосифом во всех отношениях не заслуживает вероятия и я следуя божественному писанию нахожу что Дарий был сын дочери Мухаданофоров Бог повелев Иеремии наложить на себя узы а также послать узы к соседним царям Идумейскому Моавицкому Амманицкому Тирскому Исидонскому повелел еще сказать им следующее так говорит Господь Бог Израилев так скажите господам своим я сотворил землю крепости моей великой мышцы моей высокую и отдам ему кому будет угодно пред очами моими дам всю землю Новуходоносору царю Вилонскому да ему работают и послужат ему все народы и сына его и сыну сына его доколе придет время земле их Иеремии 27.4 поэтому так как Валтасар назван у Даниила сыном Новуходоносора должно доискиваться внука если же кто возразит говоря что Дарья именуется Миденином то пусть знает что сие немало не вредит нашему предположению ибо Икир будучи сыном дочери Астиага который был Миденин и царствовал над Миденинами именуется Персом потому что в обычае у людей народное именование давать по родству отцу поэтому вероятно и Дарья имея отца Миденина и матерь Халдеянку называется Паце Миденином если же это не так то пусть кому угодно укажет на Вуходоносорова внука наследовавшего дедовское царство и мы не скажем против этого ни слова ибо в том что предречение великого Иеремии совершенно истинно согласится всякий здравомыслящий человек если же представляется кому что Дарья внук Навуходоносоров не от дочери но от сына потому что порог сказал послужит ему и сыну его и сыну сына его то пусть дознает таковой эту особенность словоупотребления божественного писания имея в обычае производить родословие от мужеского пола и желая назвать внука оно нарекло его сыном сына а что он не сын сына об этом свидетельствует блаженный Даниил говоря Дарий Мидинин принял царство и что Навуходоносор даже до внука будет передавать царство а всем предрек божественный Иеремия поэтому из обоих пророчеств может доискать все истины и из пророчества Иеремии удостовериться что внук Навуходоносоров удержит за собой царство а из пророчества блаженного Даниила что при смерти сына Навуходоносорова Балтасара принял царство Дарий Мидинин взяв это за рассуждение и зная нелживость пророков находим что Дарий по отце Мидинин а по матери Халдеи внук Навуходоносоров это нашли мы разыскав истинность того и другого пророчества но пусть каждый думает об этом как ему угодно потому что сомнение о роде не произойдет никакого вреда поэтому коснемся теперь подробного истолкования глава шестая книга пророка Даниила Дарь воцарившись говорит пророк и угодно было Дарью поставить над царством сто двадцать сатрапов чтобы они были во всем царстве а над ними трех князей из которых один был Даниил чтобы сатрапы давали им отчет и чтобы царю не было никакого обременения подлинно ничто не может затмить благочестие будет ли оно в рабе и пленнике повсюду изливает лучи свои ничто не сильно мрачит светозарности его но блистание его подобно молнии и это можно видеть во многих и других случаях особенно в том что было с блаженным Даниилом который стал рабом и пленником живя на чужой стороне обращаясь с варварами славен был при Навуходоносоре потому что этим самым страшным царем удостоен поклонения отличался и при Валтасаре а равно знаменит был и при Дарии принца царей не произвели теремены в воздаваемой ему почести славу царей угошала смерть а его святозарность при всех была одинакова и приемлющее царство или другую никакую начальственную власть обыкновенно всего менее полагается на тех которые были весьма близкими к предшественникам но на нем у всех приобретал одинаковую достоверность пользовался равным почетом и ему вверяли одну и ту же власть как и теперь при Дарии стал он одним из трех чиновников чиновниками же как думаю называется так именуемая нами епархи а князьями народоправители и блаженный Даниил будучи одним из чиновников превзошел как сказано и чиновников и князей народоправителей при взаимном их сличении сравнении и испытании потом пророк излагает причину этого превосходства сказано Даниил превосходил прочих князей и сатрапов потому что в нем был высокий дух и царь помышлял уже поставить его над всем царством то есть принял от Бога гораздо больше обильнейшей благодати благочестия и с этого дознаем что тем кому поручаются гражданские власти хотя и не имеют они благочестия дается от Бога дар премудрости для управления подначальными а это дал разуметь блаженный Даниил сказав что дух был преизобильным в нем то есть принял благодать соответствующую благочестию и видев это говорит он и царь поставил над всем царством своим он умев что муж боголюбивый и пользующийся помощью свыше предоставил ему управлять всем царством но величие почести возбудило зависть тогда князья и сатра поначали искать предлога к обвинению Даниила по управлению царством или как читается в некоторых списках со стороны царства то есть употребляли все меры желая найти его погрешившим против законов царства или что тоже намеряясь обвинить его в так называемом ныне оскорблении величества но обманулись в своем намерении ибо сказано но никакого предлога и погрешности не могли найти потому что он был верен и никакой погрешности или вины не оказывалось в нем и свидетельство это имело в себе блаженный Даниил не от любящих его только но и злоумышляющих на него потому что храня благочестие перед Богом весьма усердно служил и царям так что слагавшие тысячи поздние не находили что погрешил в чем против законов царства эти люди сказали нет не найти нам предлога против Даниила если мы не найдем его против него в законе Бога его зная строгость его благочестия в этом расставляют все эти лукавства тогда эти князья и сатрапы приступили к царю и так сказали ему царь дари вовеки живи все князья царства наместники сатрапы советники и военачальники согласились между собою чтобы сделано было царское постановление и издано повеление чтобы кто в течение тридцати дней будет просить какого-либо Бога или человека кроме тебя царь того бросить в львинный ров и так утверди царь это определение и подпиши указ чтобы он был неизменен как закон нидийский и персидский и чтобы он не был нарушен царь дари подписал указ и это повеление всего глуснее зависти она заставила их нечест внушила издать защитивое повеление запрещавшее всякому если и хочет приносить молитву Богу потому что не себе только воспрещает делать это но и всем прочим живущим царстве и чтобы за намеренность не сделалась явно и присовкупляет запрещение в продолжении тридцати дней чего-либо просить или что-нибудь взять даже и у человека объявлять нужды свои во все дни сии одному только царю эти люди око ума предавшие зависти не уразумели что царь не всем может снабжать просящих не может дать ни здравия ни жизни ни того чтобы стать отцами чад ни обилия дождей ни всего иного что получаем и спросить у Бога так погубив рассудок приписывают они царю принадлежащее Богу и самого несмысленного самого царя убеждают своим приговором скрипить и утвердить испрошенное злочестиво но блаженный Даниил немало не позаботившись об этих злочестивых узаконениях немедленно как сказано Даниил же узнав что подписан такой указ пошел в дом свой окна же в горнице его были открыты против Иерусалима и он три раза в день преклонял колени молился своему Богу и словословил его как это делал он и прежде того смотри же сколько свидетельств о благочести и мужестве блаженного Даниила дает вис слово си ему во первых говорит Даниил когда увидел что подписан такой указ пошел в дом свой то есть указ постановленный закон и совершенно пренебрегший тот продолжает поступать прямо вопреки закону потом присовокуплено и другое ясное свидетельство об его мужестве и сказано в дом богу богу всеми будучи видим потому что и на высоте стоял и окна были у него открыты да и молился как сказано против Иерусалима делал же это не только уязвление обвинителем но и соблюдая древний закон ибо Соломон построивший храм Иерусалимский совершает торжество обновления когда молился призывая Божию благодать и прося чтобы храм исполнен был той сверх многого другое присовокупил и это и будет если преданы люди будут свои врагам их и они пленят их и далеко в земле пленения или близ собратят сердце свое в землю в которой будут переселены помолятся тебе в земле переселения своего говоря согрешили мы совершили беззаконие неправду и обратятся к тебе всем сердцем своим всей душой своей в земле врагов своих куда ты переселишь их и помолятся к тебе по пути земли своей которую дал отцам их и к городу который ты избрал и к храму который ты создал имени твоему и услышишь с небес от готового жилища твоего и милостив будешь к неправдам им которые согрешат против тебя и по всем заповедям их которые люди отверглись от тебя и даст их щедроты перед пленившими их 3 сарс 8 46 обученный всему блаженный Даниил творил молитву обратившись к Иерусалиму и делал это не однажды но троекратно в день и наружность его показывает сокрушение сердца потому что преклоняя колено свои приносил исповедание богу после всего этого соделавшиеся сосудами зависти обвиняет Даниила в нарушении закона прочитывает постановленный закон доносит на Даниила и обличает его в преступлении царь скорбит слыша обвинения и судьи став защитником пытается доказать Даниилову невинность ибо сие дает разуметь писание говоря царь услышав это сильно опечалился и положил сердце своем спасти Даниила и даже до захождения солнца усиленно старался избавить его но эти злонравные люди мужи проводя всю жизнь возле узнали намерение царя ибо сие означает слова предупреждали царя эти слова не печатаются в семействе то есть поняли они что царь заступается за Даниила потом говорят царю знает царь что по закону Мидин и Персов никакое определение или постановление утвержденное царем не может быть изменено не властен ты говорят а не нарушать что саму законил потому что законы Мидин и Персов повелевает исполнять законы постановленные первым царем царь вынужденной благовидности представленных причин и многочисленности обвинителей и предает блаженного Даниила львам но желает ему спасения говоря так бог твой которому ты неизменно служишь он спасет тебя благочестивая речь и не согласна с прежней если сам свидетельствует что столько силы у бога то как же узаконил ты чтобы по продолжению тридцати дней никто не молился богу но кажется что Дарий хотя был добр крота к нравам и привержен более к богочестию однако же боялся всякой молвы и весьма легко мог быть обманут иначе в управлении царством не дозволил выводить его подчиненную вместо того чтобы выводить их самому представляется же он и весьма удивляющимся Даниилу ибо говорит бог которому ты служишь всегда то есть бог для которого пренебрег ты и мои законы и которому непрестанно благоугождаешь вознаградить тебя за благочестие избавит от предстоящих тебе бедствий потом не уповая на божьи силы подозревая злоумышления обвинителей камнем заграждает уста рва и прилагает печать оттиском персня чтобы Даниилу не было причинено какого-либо зла обвинителями царь надеется что бог Даниилов не попустит или вам причинить вред священному и святому телу Даниилову поэтому сделав это пошел в свой дворец лег спать без ужина и даже не повелел вносить к нему пищи и сон сбежал от него все это свидетельствует и о человеколюбии и о боязливости Дария ибо знак человеколюбия что не восхотел вкусить пищу не дал веждим приять сна но пребывал бодрствующим и скорбящим о несправедливом наказании Даниила а знак боязлилости что при таком расположении к Даниилу не воспротивился обвинителям и царской власти и могущества не употребил на спасение терпящего обиду так проведшая ночь поутру царь встал на рассвете и поспешно пошел к корву львинному то есть около рассвета когда была еще тьма и нужны были светильники в это выражает сказано на рассвете и подошел к корву жалобным голосом кликнул Даниила и сказал царь Даниилу Даниил раб Бога живого Бог твой которому ты неизменно служишь мог ли спасти тебя от львов ибо не дошедший еще до рва горячностью расположения своего к Даниилу принуждаем был вопиять призывать Даниила и спрашивать воспользовался ли он Божьей помощью и припобедил ли свирепость львов ибо говорит Даниил раб Божий раб Бога живого Бог твой которому ты служишь всегда смог ли избавить тебя от уст львов каждый из этих речений показывает что царь благовеен благовеен и по благочестии радуется Даниил его во первых нарицает его рабом не своим но Божьим потому Бога Даниил именует живым сверх того похваляя благочестие говорит которому ты всегда служишь то есть не был ты удержан от этого служения принуждением закона а это смог ли тебя иззывать от уст львов значит благоволил ли Бог соделать тебя победителем львов ибо Дарий не мог назвать бессильным того Бога которого нарек живым Даниил услышав сие отвечал говоря царь вовеки живи пророк речь свою предначинает обычным приветствием имеющим такой смысл как можно долей да продлиться жизнь твоя ибо в то время как говорили мы уже прежде было у них в обычае в договорных грамотах называть царей вечными Бог мой послал ангела своего и заградил пасть львам и они не повредили мне потому что я оказался пред ним чист да и перед тобой царь я не сделал преступления Бог как правосудный и правдиво всем правящий узрев говорит пророк что злощестивый законом предпочет я служение ему и ни в чем никогда не погрешал перед царством твоим садял меня недоступным губительной силы львов и показал мне более подобие львов нежели самых львов тогда царь излучайно возрадовался о нем и повелел поднять Даниила изо рва и поднес был Даниил изо рва и никакого повреждения не оказалось на нем потому что он веровал в бога своего дарья обрадовавшись и исполнившись веселья как познавший божьи силы увидевшись спасение любимого им Даниила повелел немедленно вывести его изо рва потом увидев что он жив изо рва и не имеет никакого повреждения от нападения на него львов приказал обвинителей Даниилов вернуть ко львам с сыновьями и с женами и не достигли дна рва сказано как были разорваны львами и все кости их сокрушены и сие было дело Божьей правды и премудрости чтобы не стали говорить будто бы львы не коснулись Даниила по причине много едения и сытости и не начали из зависти умолять совершившегося чуда вернутые засвидетельствовали о лютости львов потому что львы схватили их при опущении в ров и когда падая не достигли еще дна изловив в воздухе обратили себе в пищу а поэтому Даниилова обвинители приняв достойную казнь проповедует тем Божия правдивость мгновенное же истребление их зверями показывает Божию премудрость и всех удостоверяет что не сытость львов но любовь Даниилова к Богу соделала пророка недостойно недоступным губительной силе львов увидев это царь написал всем народам племенам и языкам живущим по всей земле мир вам да умножится признав нечестивым делом утаить такое чудо и не приять всех человеков в общение благочестия поэтому пишет он так мир вам да умножится то есть наслаждаетесь всегдашним миром сие подобно употребляемому нами приветствию потому что мы имеем обычай в письмах подписывать о Господе радоваться потом царь сообщает весьма душеполезные и назидательные сказания мною дает повеление чтобы во всякой области царства моего трепетали и благоговели перед Богом Данииловым потому что он есть Бог живый и пресносущий и царство его не сокрушимо и владычество его бесконечно хочу говорить царь чтобы все человеки находящиеся под властью моей поклонялись Даниилову Богу и поклонялись не просто и как не есть но со страхом и трепетом воздавали ему поклонение приводит же на этой причины и говорит ибо тот есть Бог живой и пребывающий вовеки он вседоволен не допускает к себе никакой перемены всегда один и то же и пребывает вовеки к этому присовокупляет дарь и царство его не изменит несокрушимое владычество его бесконечно он избавляет и спасает и совершает чудеса всегда пребывает он не гибнущее у него царство и владычество не имеющее конца избавляющее и искупающее уверовавших в него и совершает чудеса и знамения на небе и на земле можно же видеть чудотворение его совершаемое и на небе и на земле в которых показывает он силу свою эту силу и нам показало в настоящее время ибо он избавил Даниила от силы от силы львов соделал его победителями зверей возбужденных и голодом и яростью всему научило вселенную царево послание конец же сказания содержит в себе следующее и Даниил благоуспевал в царствовании Дария и в царствовании Кира Персидского то есть в том и другом царстве продолжал быть славным и во всем преимуществующим а нам дознав силу благочестия надлежит избрать то предпочесть всему и ни в каком случай не отступать от него даже если все люди вдруг ополчатся на нас за благочестие твердо полагаясь на силу его охотно принимать на себя всякое прирожение так лик блаженных апостолов когда нападала на них можно сказать целая вселенная прибыл непреоборимым и врагов садял покорными так блаженный Даниил когда злоумышляло на него столько князей и чиновников садялся победителем враждующих и неприязненное когда думали одержать над ним победу подверглись конечной гибели посему имея таковые примеры будем сохранять искренние усердия к Богу чтобы всегда пользоваться его помощью которой досподобимся всем и по благодати и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа с ним слава отцу и святым духом во веки веков аминь отделение седьмое глава седьмая книга порока Даниила В первый год Валтасара царяха Вавилонского Даниил видел сон и пророческие видения головы своей на ложе своем тогда он записал этот сон из лозы жив сущность дела до этих слов блаженный Даниил писал пророчество в историческом более порядке ибо сперва и в самом начале показал что происходило с ними отведенными в плен присокупил же и то каким пользовался он попечением о нем Бога всяческих потом пересказал какую казнь за жестокость и гордыню претерпел Навуходоносор и как после сего наказан был Балтасар за пренебрежение священных сосудов и когда Балтасар поражен был карой Божией и царство перешло к Мидинам Даниил описал что было с ним и с Дарием показав сколько расположен был к нему Дарий и каким козням подвершись от военачальников и князей сподобился он Божьей помощи пересказав это как бы исторически начинает наконец передавать пророчество сообщенное ему в откровениях и сперва предлагает откровение о четырех зверях весьма сходное с сном Навуходоносоровым ибо Навуходоносор видел в одном теле четыре вещества и Даниил видит из одного моря исходящих четырех зверей но чтобы не быть необходимости одно и то же повторять два раза начнем подробное изъяснение потому что из оного яснее откроется сказанное в первый год Валтасара царя Вавилонского Даниил видел сон и пророческие видения головы своей на ложе своем то есть видел откровение это во сне поскольку будет описывать и то что видел днем то основательно поступает уведомляя нас что видел во сне и что в бодрственном состоянии и сон сказан написал не решился утаить сообщенное ему от Бога но написал на пользу всем начало слов его и отвечав сказал то есть начал повествования так начал речь Даниил сказал видел я в ночном видении моем и вот четыре ветра небесных боролись на великом море и четыре больших зверя вышли из моря не похожие один на другого но выхода носор видит тело научаемой суетности настоящего и потому что это более образы как говорит божественный апостол 1 коринстам 7.32 а не действительные вещи потому что нет в настоящем ничего постоянного и твердого но все течет клеит увядает блажен и даниил видит море научаемый треволнение настоящей жизни поскольку став пленником принужден был видеть чужую сторону то по необходимости научается треволнение и бурям жизни и как царь высоко думающий о золоте серебре меди и железе в образе их существ этих существ веществ приемлет иносказательные указания о царствах дознает преемство царей научается невысоко думать о царской власти подлежащей быстрым переменам так пророк пренебрегающий все это вид четырех зверей научаемый что и самое страшное царство приводящее в боязнь всех людей будут также иметь конец пребудут же одно единственное нескончаемое царство пребудет царство которое святым уготовал бог святых поэтому жизнь эту как имеющие тысячи треволнений называет морем а превратно сделать человеческих ветрами налегающему на море как при дуновении южного ветра волны стремятся к северу а как скоро подвигнет море северный ветер шумное волнение гонится опять к югу так когда серияне правили кормилом вселенной они влекли всех в подданство к себе а как скоро царство перешло к персам к ним немедленно началось стремление подданных и опять по приятии скипетр македонянами все оставив тех кому повиновались прежде к ним понесли обычную дань когда же римляне присвоили себе владычество над всеми все ни во что ставим македонян устремляются к западу потому что и сами македоняне вступают в число римских подданных поэтому пророк переворот и дел человеческих справедливо уподобил ветрам которые то туда то сюда гонят волны морские поэтому то упомянуло четырех ветрах так как четыре были преемства царств показывает же нам какое различие между собой имели звери ибо говорит первый как лев но у него крылья орлинные я смотрел доколе не вырваны были у него крылья и он поднял вывал от земли и стал на ноги как человек и сердце человеческое дано ему именем львицы пророк означал царство сириян или халдеев потому что оно первое возобладало большей частью вселенной львица животное царственное и пророк говорит что крылья ее уподоблялись орлинным потому что и орел владычествует над всеми птицами поэтому как навуходоносор говорил что у тела того видел золотую голову божественный Даниил толкуя это сказал голова золотая это ты царь так и здесь пророк могущестеневшего из зверей применил к первому царству не о большей силе его свидетельствуя но присвояя ему большую честь как первому но вместе видел пророк что исторнуты были крылья его то есть звер лишь он был всех подданных и утратил прежнюю силу и возникся сказано от земли то есть перестал царствовать и на ноги человеческие стал сравнялся с подвластными ему и сердце человеческое дано ему то есть научен опытом мыслить о себе по-человечески и в умопредставлениях своих не приступать меры естества поскольку астерия никогда держали кормила царства болезновали кичливости и непомерным высокомериям почему и блаженный Исаия говорил наведет бог на ум великий на князя астерийского 10-12 то должна в опытом превратно сделать человеческих и непостоянство счастья естественно они начинают мыслить о себе по-человечески познают сами себя и приобретают сердце человеческое так изобразил пророк первого зверя и присовокупляет и вот еще зверь второй похожий на медведя стоял с одной стороны и три клыка во рту у него между зубами его ему сказано так встань ешь мясо много здесь пророк дает разумеет царство персидское говорит же что подобно оно медведицы по жестокости бесчеловечие казни потому что персы в наказаниях свирепи всех варваров сдирают живых кожу отсекают члены один за другим делают мучения продолжительными и казним им готовят горькую смерть посему и сказано сказано ему стань ешь плоти много не в обязанность поставляет так поступать но предсказывает будущее и свидетельство о жестокости и неукротимости скажем даже три крыла в устах его три клыка потому что обладал тремя частями вселенной восточную северную и южную кир кир первый царь персов покорил себе весь восток до делеспонта сын его камбиз овладел египтом и привел в подданство эфиопов дарьи же сын истаспов стал обладателем скифов намадов населявших северную часть вселенной а сын дарьи ксеркс предпринял привести в подданство и европу но побежденный в морской битве афинянами возвратился со стыдом и дознал какой вред причиняет ненасытимость поэтому то и сказано три клыка во рту его по ним же списком считается три ребра но в этом нет разности будет ли поставлено то или другое оно показывает что зверь собирает плоды с трех частей вселенной и отовсюду приемлет дань прекрасно присокупил пророк в устах его указывая этим на вносимые всеми подати и поскольку царство это не уничтожилось совершенно но удерживает некоторую часть прежнего владения так пророк не сказал что подвергнется оно тому же что потерпело предшествовавшее царство лишившись круг ставшее на ноги человеческие и приявшее сердце человеческое говорит же пророк что оно на стране единой стало то есть устояло в одной стране и владев тремя частями вселенной хотя лишилась большей части владений но удержала за собой владычество над одной страною древле владея всей Азии и Ливии лишилась Египта и Эфиопии не владеет уже Палестина и Финики и Сирии утратил владычество над Азией и Понтий в Ксинске стал вне его державы обладая же только Персией Мидией Осирией и немногими сопредельными народами поэтому то сказано на стране единой стало поведав это о втором звере пророк продолжает стих шестой затем видел я вот еще зверь как барс на спине у него четыре птичьих крыла и четыре головы были у зверя сего и власть дана была ему этим пророк дает разуметь царство македонское и весьма удачно уподобил Александра рыси по скорости быстроте и пестроте сказал же что зверь имел четыре крыла птичьих потому что Александр подобно птице облетел четыре страны вселенной и всех привел под власть свою четырьмя же главами пророк дал разуметь разделение государства происшедшее после Александра ибо вместо одного остались четыре царя Птоломею сыну Лагову вручено кормила Египта Селевку уверенно правления владениями лежащими к востоку Азии стал обладать антигон а Македонии как одни говорят антипатор и как утверждают другие Филипп иначе Оридей брат самого Александра посему как четыре главы означает четыре государства после Александра так четыре крыла владычества самого Александра покорившего себе четыре части вселенной порок сказал власть дана зверю потому что оказался он обладателем и тех стран которыми не владели прежде его бывшие цари однако же и это всех покорившее себе царство приняло конец ибо пророк говорит после всего видел я в ночных видениях и вот зверь четвертый страшный и ужасный весьма сильный у него большие железные зубы он пожирает и сокрушает остатки же попирает ногами он отличен был от всех прежних зверей десять рогов было у него четвертым зверем называет пророк римское царство не дал же ему имени потому что римское государство состоявшееся из многих народов возобладало вселенную сперва сперва управляемо царями потом иногда народом а иногда вельможами но напоследок возвратилась под прежнюю царскую власть пророк сказывает что зверь страшный и ужасный и злихо потому что царство его садилось могущественнее всех прежних царств пророк и отели говоря четвертым веществом поставил железо и превосокупил что он сокрушает и умягчает та что сокрушит и истребит все два сорок даниила но и здесь говорит зубы у зверя железные из чего явствует что и здесь подразумевает тоже царство сказано еды и истончевай и действительно великие дани возлагаемые были наподданы хремлянами и остатки сказан ногами своим попирает под ногами разумеет пророк воинства царства этого немало вреда причиняется им жителям городов и сел и тот различаясь из них более всех зверей прежних потому что римское царство садилось могущественнее и знаменитий царств бывших прежде него и десять рогов у него говорит пророк означает этим что к концу царства в одно и то же время восстанут десять царей из которых одни будут сильны а другие крайне слабы это показал пророк и в теле виденном во сне ибо и там перстов на ногах десять из них часть некая железная часть глиняная даниила 242 толкуя же это блаженный даниил сказал что часть некая царства будет крепко а часть бессильна из этого ясно что тот и другой сон означает одно и то же и рогов десять ему сказано я смотрел на эти рога и вот вышел между ними еще небольшой рог и три из прежних рогов корнем и сторон и были перед ним и вот в этом роге были глаза как глаза человеческие уста говорящие высокомерно и брайн творился святыми здесь разумеет даниил антихриста появляющегося между десяти рогов сказует же что рог сей историк три рога бывшие впереди его и дает этим разуметь что сокрушит он трех царей из десяти царствующих в одно и то же время называет рог сей малым как происходящее от малого юдейского колена но видимым потому что после всего соделается значительным а под очами пророк дал разуметь смышленность и хитрость которую употребив действия обольстит многих но и устав сказанное говорящие высокомерно то есть говорящие высокомерно и надменно ясно же научает этому нас блаженный Павел говоря никто никто да не прерстит вас ибо не придет пока прежде отступление когда откроется человек греха сын погибель противящийся и превозносящийся выше всего называемого богом или святыни та что сядет в храме божием как бог выдавая себя за бога второе фессалоники сам два три сие давай разуметь и блаженный Даниил сказал и уста говорящие великое и творил брань со святыми то есть употребляет все меры желая всех людей приять в сообщники своего лукавства и подвергнуть одному с собой наказанию но поступая так говорит пророк недолго прибудет весьма же скоро сокрушится видел я наконец что поставлены были престолы и воссел ветхие днями одеяние на нем было бело как снег и волосы головы его как чистая волна престолы его как пламя огня колеса его пылающий огонь огненная река выходила и проходила перед ним тысячи тысяч служили ему и тьмы тем предстояли пред ним судьи сели и раскрылись книги пророк говорит что рок говоривший великое высокомерное и надменное и брань творивший со святыми на все это отваживался доколе сел судья надлежит знать что бог который бесплотен прост не имеет образа не приемлет никакого очертания имеет же естество неописанное многократно как угодно его воля для пользы тварей образует видение и можно видеть что иначе являлся наврааму иначе моисея в ином образе исаи а также иной вид явил языки или поэтому когда видишь различие откровений не предполагая божества многообразным но слушай что сам бог говорит устами пророка оси я видение умножил и в руках пророческих уподобился оси 1210 уподобился сказал а невидим был потому что как угодно ему образует видение так конечно и блаженный язык иль видев что явившийся составлен из электра и огня когда писал откровение присовокупил сие подобие славы господней 2.1 и не сказал что видел самого господа или самую славу господней но говорит подобие славы господней посему и здесь блаженный Даниил видением ветхого днями научается вечности так разумея некоторые из первопереводчиков вместо слов ветхие днями поставили ветхий ми творящий дни вид же пророк чистоту волос цибилизну одежды научаемой всего неукоризненности и святости не только естества Божия но и умопредставляемого о нем то есть правды промышления попечения суда поскольку пророк видел рог употребляющий слова высокомерные и замышляющие тысячи козни рабам Божьим то молниеносно сияющие во всем чистотой он научается что такие дерзости совершаются не по небрежению но по неизвеченному домостроительству попускающего Бога и чтобы не подумал кто еще будто Бог как благий хочет оказать помощь святым но не может Даниил вид и престол уготованный из огня и колеса также огненного естества и реку огненную омывающую престол и тысячи тысяч служащих и тьмы тем предстоящих и одним из всего научается он познавать Божие всемогущества а другим Божию чистоту и неукоризненность ветхости вечность премудрость кротость к всему присовокупляет пророк судьи сели и книги раскрылись то есть судилище решило что время быть суду и раскрыло памятные записи о том что сделано каждым ибо эти записи называет пророк книгами если же думает кто сейчас с ним означает обетование Господа которое дал апостолом сказав поставлены будет двенадцать престолов и сядете судить двенадцать колен Израилевых то в этом нет ничего невероятного потому что обетование истины не ложно стих одиннадцатый видел я тогда что за изречение высокомерных слов какие говорил рог зверь был убит в глазах моих и тело его сокрушено и предано на сожжение огню когда по причине неистовства того рога совершен суд рушилось тогда говорит Данил и четвертое царство и тело зверя предано на сожжение огнем надлежит же заметить не сказал просто предан зверь но тело его отдан на сожжение огнем поскольку под зверем разумеется все царства и в царстве одни питомцы благочестия другие делатели греха исследуя божественного писания обыклим и первых называют духовными а последних плоскими то справедливо сказал порок что сожжение огнем предается не зверь но тело зверя то есть люди огрубевшие плоские не помышляющие ни о чем духовном и у прочих зверей отнята власть их и продолжение жизни данное им только на время и на срок власть других зверей прекратилась уже говорит пророк хотя и многолетний круг времени провеления в обладании потому что каждому определенное известное время для царствования когда же совершилось сие и другие царства прекратились уже прежде всего а заслужившие наказание в четвертом царстве преданы были огню тогда говорит пророк видел я в ночных видениях вот с облаками небесными шел как бы сын человеческий дошел до ветхого днями и подведен был к нему ему дана власть слава и царство чтобы все народы племена языки служили ему владычество его владычество вечное которое не предет и царство его не разрушится подлинно благовременно может сказать иным иудеям что древле сказал им пророк лицо жены блудницы было у тебя не постыдилось ко всем и ремей 3 ибо что яснее их слов действительно евангельские апостольские более нежели пророческие гадательно проповедовал пророк о чем господь сказал евангели увидите сына человеческого грядущего на облаках небесных с ангелами его и блаженный павел говорит господь велений во гласе архангела в трубе божией сойдет с неба мертвые восстанут нетленными а мы живущие оставшиеся восхищены вводим на облаках встретение господа на воздухе и так всегда с господом будем этому ясно научил нас блаженный даниил предвозвещая второе пришествие спасителя как ясно называет его сыном человеческим по воспринятому им естеству так говорит что грядет на облаках по собственному своему обетованию чтобы показать власть и приемнет честь и власть и царство ответ хвадями как человек ибо сие и во втором псалме от лица самого господа сказует блаженный давид господь сказал ко мне сын мой ты ныне я родил тебя проси у меня и дам тебе народы в достояние твое и концы вселенной земли свежий говорит и блаженный даниил оба сказано все люди племена народы ему поработают и показывая нескончаемость царства пророк продолжает власть его власть вечная которая не предет и царство его не разрушится так описав откровение пророк присовокупил вострепетал дух мой во мне данииле в теле моем и визение головы моей смутили меня ибо видение это говорит было весьма страшно и неведение значений таинственных явлений смущало мысли исполняло смятение я подошел к одному из предстоящих и спросил у него об истинном назначении всего этого стоящим называет пророк те тысячи тысяч и те тьмы тем которыми не число определенное показало но выразил множество превосходящее всякое число и служащих и предстоящих надежащих Продолжение следует...